Привет всем, друзья! Сегодня у нас такая мягкая упаковка. Упаковки у нас, по идее, должны быть стаканчики. Да, такие есть. Два у нас таких стаканчика. Стаканчики у нас силиконовые, с крышками. Ну, давайте посмотрим. Вот такой вот стаканчик. И к нему такая же силиконовая крышка. Стаканчики мягкие. Давайте попробуем разложить. Вот так вот. Главное, друзья, что он занимает мало места. И может поместиться в любом принципе кармашке. Что довольно удобно таки. Данный стаканчик у нас идет без какого-то бренда. Похожие стаканчики есть производства торговой марки Fireman. Но, не знаю, не смотрел, какие они. Может быть, они такие же, может быть, чуть получше. По идее, насколько я понимаю, стаканчик должен складываться при нажатии. Ну, давайте проверим. Нажмем не до конца. Еще раз. До конца. Давайте попробуем побыстрее. Не всегда с первого раза хочет складываться. Можно, конечно, сложить и руками. Но это более проблематично. Потому как надо иметь какую-то сноровку. Вот так его, наверное, вталкивать в середину. И тогда все получится. Закрывается он так же само у нас крышкой. И все. Вот весь наш стаканчик. Давайте проверим, как он подходит к нашей кружке. Не так взял я свою кружку. Не помещается. Не помещается. Кружка у меня, друзья, 200-граммовая. Поэтому, может быть, в кружке чуть большего размера он отлично сядет. По сути, его назначение это кармашки. Кармашки рюкзака, кармашки курток и всего такого. Давайте проверим, насколько он хорошо держит форму. Сейчас мы его разложим. Ну и попробуем вот так вот смять. То есть, сменется легко. Никаких деформаций, никаких трещинок, по идее, быть не должно. Единственное, что да. Вот на вот этих соединениях, если вы видите, они немножко просвечиваются по сгибам. Есть вероятность, что он может со временем, от износа где-то, лопнуть. И тогда он уже придет в непригодность. Я приготовил небольшой маленький тест. Сейчас мы протестируем. Говорят, что тут у нас вот чеснок есть. Тест какой? Мы закинем чеснок в середину. И говорят, если чеснок помять, он как бы почистится сам. И при этом все будет очень быстро. Давайте попробуем. Попробуем помять. Итак, друзья. Мял я около двух минут. Ну что мы видим, друзья? Некоторый чеснок у нас почистился, а некоторый остался в шелухе. То есть, в принципе, для вот этого использования, я думаю, эта штука бесполезна. Как вы видите, проколов нет после того, как я имел чеснок. То есть, он как бы сохранил всю свою работоспособность. Что можно сказать еще про стаканчик? Крышка. Крышка. Я думаю, что если вы нальете кофе, чаек, ну, вполне вероятно, что если вы накройте крышкой, он сохранит свою температуру какую-то определенную непродолжительное время. Но, в целом, я думаю, крышка больше предназначена для того, чтобы мы не разлили наши жидкости. Садится она не очень плотно, легко снимается. Давайте, друзья, проведем еще один маленький тест. Тест на герметичность, на герметичность нашей крышки. Сейчас я налью воды. Ну что ж, у нас почти доверху воды. Накрываем аккуратно крышкой. Ну и попробуем, попробуем его перевернуть. Ну что ж, чуть-чуть подтекает, друзья, чуть-чуть. Но, в целом, видно, да? Крышка, в принципе, со своими обязанностями справляется. Думаю, друзья, на этом все. С вами был Санек. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok